Приветствую вас. Смотрите, как бы с одной стороны вы чувствуете обиду достаточно большую на родителей, на сестру, с другой стороны вы себе эту обиду чувствуете, запрещаете, вот. То есть, ну, с другой стороны вы не позволяете себе этого чувства чувствовать, и, соответственно, здесь возникает капля, как вы говорите, что мне за себя обидно, да? Вот что это за чувства? Чувство, что вам обидно, то есть, как бы, ну, что это за чувство, из чего оно проистекает. Подобное чувство возникает, как правило, когда человек себя сдерживает. Когда человек зажимает свои, скажем так, некоторые чувства, некоторое сопротивление, и, подавляя его, поступает не так, как ему хочется. Ну, например, допустим, вы, боясь какого-то вот неодобрения, негатива, наказания со стороны своих близких, вот. Вы поступали, условно говоря, против своей воли. И когда человек поступает против своей воли, очень часто возникает такая ситуация, что требуется некоторая компенсация, требуется некоторое исполнение, некоторая реализация того, что человек себе не додает. Когда он действует против своей воли, и вы, соответственно, именно с этим и сталкиваетесь, что вы делаете что-то против своей воли, но при этом не получаете, как бы, одобрения. Да, и вы видите, что у другого человека, а именно у вашей сестры, у нее как раз все получается. Она вообще, как бы, ну, делает гораздо меньше, чем вы, получается столько же, естественно, на моем обиде. То есть, здесь, в основе лежит такое вот противоречие, что с одной стороны, со мной что-то не так, да, потому что ко мне относятся плохо, я какая-то не такая, строй, все хорошо. Вот, с другой стороны, это чувство несправедливости по отношению к себе, потому что, ну, вот, со мной вот так, за что со мной, со мной вот так, да? Это важный момент, и, соответственно, невозможность радоваться за, допустим, ту же, ну, за, допустим, ту же сестру. Но при этом вы требуете от себя этого, вы требуете от себя это делать, вы требуете от себя радоваться за, ну, за сестру, вот, и, вероятно, вините себя за то, за то, что, за то, что вы этого не делаете. Здесь, конечно, есть некоторые, я бы сказал, установки у вас относительно того, как все должно быть, как все должно происходить, и, соответственно, если, когда вот этим установкам, которые вы от себя, которых, которых вы от себя требуете, если эти установки не соблюдаются, то вы начинаете себя коррективнее, и так далее. При этом, мне особо задумывалось о том, хочется ли вам... им следовать вообще, вообще, потому что, ну, например, у меня есть, вот, такое подозрение, что, может быть, вам и не хочется им следовать, да? Ну, вот, вы, например, чувствуете, что, допустим, ну, чувствуете, например, что, вы должны это делать, к примеру. А, вот, то есть, тут он... Тут момент вот... Такой. Такого плана. И... Это противоречие, которое, на мой взгляд, нужно вам помочь разрешить, вот, и увидеть, а... Где... На... Тот... Баланс... То есть, понятно, что... Понятно, что баланс нужно искать... А... Между... Двумя... Вот этими... А... Противо... Ну, противоборствующими историями. Вот. А... Понятно, что баланс нужно искать. Но... В... Важно... А... Чтобы... Баланс был... Именно вот... Такой... А... Какой... А... Ну... Вас бы устроил. Понимаете? То есть... А... Вот это, я бы сказал... Этот момент... А... Важен. Вот. Это то, что я могу вам... Сказать. То, что я могу вам ответить. А... Вот. Теперь. По поводу... А... Того, что происходит... А... В... Значит... Ну... В семье. Ваши родители... Относились к вам... А... А... Определенным образом... А... А... Вы это... Вот как... Вот как... Не совсем понятно... Как вы... Воспринимаете... А... 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 То есть... То есть... Их поведение... Их... Требования к вам... Их... А... 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 Ам... Вот... Хотелось бы разобраться... А... 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 Как вы... Как вы... Как вы это воспринимаете... Потому что одно дело... Если вы воспринимаете это как... То, что родители были правы... И совсем другое дело... Если вы это воспринимаете как... Как... А... То, что это... Некое... Некое такое... Отклонение... Некая такая патология... А... В поведении родителей... Что все это несправедливо... Потому что... А... А... Вы, например, считаете... Что должны быть рады... И говорите, что любите... Что любите свою семью... Я думаю, что... Вы склонны их оправдовать... А... Вот... А... 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 Подобная позиция... По... Ну... Вот... Эх... С вашей... С... 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 Подобная позиция... Эх... Она... Эх... С... Эм... С... Эм... Ну... В... А... Ну... В... Эм... Вы... Склонны... Эм... Эм... Покодируется... Эм... 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 Считать... Допустим... ну, их же, например, равными себе, то есть, больше вы считаете, вы в большей степени считаете, что другие люди выше 12, чем то, что вы равны им. Это, собственно, тоже является серьезным препятствием для выстраивания, ну, таких адекватных взаимодействий с людьми. Не менее важным моментом является то, что вы стидите своих эмоций, вы стидите своих переживаний, вы отрицаете, как бы, ну, факт их наличия, вот, вы требуете от себя быть удобной, вы требуете от себя быть, там, там, покладистой, вы требуете от себя быть хорошей, вы требуете от себя быть, ну, такой эмпатичной, я бы сказал, вот, при том, что сделать это, ну, сделать это не получается, не получается, или получается, но далеко не всегда, вот, и вы себе запрещаете ощущать то, что, ну, то, что вы ощущаете, вот. Думаю, я думаю, что, вкратки, неразбериха, вот именно неразбериха, противоречие связаны с тем, что вы привыкли свои чувства зажимать. И страх наказания. А страх наказания связан с тем, что, вероятно, когда вас наказывают, вам кажется, что наказывают вас в общем целом справедливо, справедливо, да. Вот. И если вас наказывают справедливо, то с вами даже действительно что-то не так. Вот. Соответственно, отсюда есть вот как раз этот страх перед наказанием и страх сделать что-то такое, что не одобрится вашей семьёй и так далее. Я думаю, что в обязательном порядке стоит отметить здесь ещё такой момент и такой фактор, как то, что вы не принадлежите себе, то есть у вас нет своих собственных, например, увлечений, у вас нет своих собственных желаний, у вас нет своих собственных каких-то жизненных векторов, которым бы вы, допустим, следовали бы в своей жизни. И это тоже очень отягчает ситуацию, связанную с тем, как вы чувствуете себя по отношению к другим людям. Вот. Вот, в принципе, если максимально сжато, да, отвечать на вопрос, который вы задаёте. Это даже не вопрос, на вашу, на ваш текст. Вот. Такая вот история. Я бы поработал бы с обидой, вот. Я бы поработал с чувствами, вот, с тем, чтобы как-то вот, ээээ, ну, чтоб вы научились выражать свои эээ… жизни. Вот. Чтоб вы и научились, может, умели это делать, поработать с самооценкой, с уверенностью в себе и так далее. Вот, все это, в принципе, то, что нужно вам делать. Конечно, при условии, если вы хотите, если у вас есть желание такое. Ну, в принципе, наверное, на этом можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена.